И всем привет! И в этом видеоролике я решил сделать превью по GTA 5 RP. У меня крайне мало опыта в этой сфере, потому что я делал буквально пару превью по GTA 5 RP, и у меня не совсем много опыта, поэтому в этом видеоролике я попытаюсь что-то прикольное выжить. Перед началом видео, как всегда, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. Также не забудьте про телеграм-канал, туда я солью PSD этой превью. Туда тоже подписывайтесь. Ну а я не буду затягивать, переходим к видеоролику. Итак, вот такие исходники я закинул, тут их вообще минимум, то есть буквально тут машина, персонаж, логотип, фон и всякие текстурки, которые мы будем использовать для подложки. Для начала давайте не будем медлить и вырежем нашего персонажа. Персонажа мы выделили и теперь нам это дело нужно куда-то разместить. Я думаю, давайте его поставим вот с этой стороны. Превью у нас будет на тематику путь к Bugatti. Не знаю какой именно, но просто путь к Bugatti пусть будет, я не знаю. Особо не вдавался в подробности, что сейчас актуально на GTA 5 RP, да, какие видео там смотрятся, поэтому сделаем превью на такую тематику. Итак, Bugatti у нас уже вырезана, я скачал PNG модель, давайте ее тут чуть подправим, чтобы всяких там водяных знаков всяких не было и так далее. Так, Bugatti мы с вами разместим вот куда-то, думаю, сюда. Далее нам нужно, наверное, разместить логотип GTA 5 RP куда-то, а куда я не знаю. Ну, текст я планирую делать вот в этой области где-то. Так, получается логотип. Логотип мы в принципе, знаете, мы можем раскидать его просто по фону. То есть вот тут, давайте ему сразу сделаем небольшую какую-то тень. Далее скопируем его и будем вот куда-то вот, не знаю, по превью в принципе раскидывать. Можем его в принципе даже отразить и куда-то вот сюда засунуть. За Bugatti, например. И в принципе вот как-то так. Как-то так. Теперь давайте напишем какой-то текст. Я предлагаю написать путь к Bugatti. Все, как бы, ну, я больше ничего не придумал. Шрифт я решил взять вот такой. Он называется Headliner NO.45. Не знаю, что это за шрифт. Подровняем тут немного. Ну, в принципе, вот такой текст у нас получается. Давайте его, давайте накинем подложку за этот текст. Так, давайте сделаем поменьше размер. И сделаем как-то вот так, я думаю. На весь текст сделаем подложку, чтобы текст выделялся. Тут немного подравниваем, чтобы выглядело красиво. И все, как бы наш текст практически готов. Осталось его только обработать, накинуть стиль. Вот, я думаю, не буду особо запариваться. Накину готовые стили. Ну, какой-то такой текст у меня получился. Я накинул готовые свои стили. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо выглядит. Я единственное, что бы сделал, это, наверное, под слово Bugatti, я бы сделал красную тень. И можно, в принципе, сейчас накинуть на подложку какую-нибудь текстуру. Я уже приготовил тут какие-то готовые штуки. И давайте их сейчас накинем на нашу подложку. Вот такую можно. Но она слишком яркая, поэтому можно добавить какой-то режим наложения и убавить непрозрачность. Вот так же и с этой штукой. И вот эту штуку я планирую вообще не добавлять. Она, мне кажется, выглядит не очень. Объединяем это все в группу. И, я думаю, поверх этой группы накинем еще один такой эффект трещин таких, чтобы он отображался у нас с вами на тексте. Вот такой режим наложения. И вот такая у нас получилась текстура нашего текста. Так, я думаю, чуть-чуть в центре стереть эту всю тему, чтобы она, ну, как бы, не затемняла наш текст. И вот такой текст у нас с вами получается. Можно за него, в принципе, накинуть какую-то тень небольшую. Вот, как-то так. Как-то так. Уменьшаем непрозрачность. И теперь можем этот текст немного наклонить. Вот, чтобы это выглядело как-то так. Вот, далее саму машину можно выше текста поставить. Ну, получается, и персонажа нам тоже нужно будет выше текста сделать. Машину можно увеличить, чтобы она занимала больше места на превью. И вот такая композиция у нас, в принципе, с вами выходит. Теперь можем обрабатывать все исходники, все слои и так далее. Погнали! Вот, как-то так у нас получается. Тени под Бугатти не стоит накидывать, они и так уже там есть. Вот. А единственное, чтобы я вот тут на фоне подмазал кое-какой момент. Вот это нам мешает немного. Так. Ну, вот как-то так у нас выходит. Теперь карту градиента мы закидываем над персонажем и сделаем небольшое свечение у него по бокам. Вот так легонько нажимаем кистью. Потом уменьшаем непрозрачность, чтобы это не так ядерно выглядело. И теперь приступаем к самому контурному свету. Ну, что ж, короче, контурный свет я уже сделал, как вы видите. И теперь осталось сделать цветокоррекцию. Наша превью будет готова. Да, оно простенькое, легкое. Я думаю, тут каждый справится. Но, в принципе, ну, у меня, если честно, в таких сферах очень мало опыта. Поэтому, ну, что получилось, то получилось, в принципе. Преобразуем в смарт-объект и заходим в камеру RAW-фильтр. И делаем нашу цветокоррекцию. Вот такая цветокоррекция у меня получилась. Еще хотелось бы добавить, я забыл кое-что. Хочу добавить вот такого небольшого свечения на текст. И, я думаю, логотип тоже пусть будет у нас светиться, чтобы как-то это все дело выделялось у нас. Режим наложения. Ставим какой-нибудь замена светлым, к примеру, и делаем непрозрачность. Добавляем экстракцию деталей. И также расширенный контраст. И в итоге вот такая финальная цветокоррекция у нас получается. Уменьшаем немного непрозрачность. И вот такая превью по GTA 5 RP у нас получается. Спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Псд этой превью вы можете найти у меня в телеграм-канале. На этом все. Всем удачи и до скорых встреч.